всем доброе утро я иду с садика домой и вот у нас трактор прошелся опять и там где у нас калитка опять не пройти мы утром кое-как пролезли сейчас вот приду лопату возьму откидаю по-быстренькому вы видите как завалила всю калитку и вот так вот каждый раз ладно хоть калитку смогли закрыть ладно идем за лопатой чего ты тайсон доброе утро да ты всем доброе утро говоришь да ты моя солнце ладно идемте эти тут замело егор сказал мама я тут самый счет и горит только за калитка сделай он со школы придется вычистить мне скоро надо будить катю чтоб руки доделать она вчера не успела помогу это один предмет доделать сейчас идем искать лопату и вычищаем вот лопата пакет пока поставлю сюда берем лопату идем вычищать тут вообще не пройти не проехать пишите как у вас утро начинает у нас вот так вот отвела в садик сейчас скоро буду будить катюшу так как у меня света секса на все еще со второй смены ладно дорогие друзья послали чистить потом покажу вам результат что у меня получилось если интересно оставайтесь с нами все ребят немного зачистила проход все хватит немного запахалась еще дышать тяжело тайсон все иду домой будить катюшку всем хорошего дня и хорошего настроения всем привет дорогие друзья у нас время день на сметру там уже домашние выставили на садится аксон делать но жду когда света освободит компьютер на столе убирает чтобы сесть уроки делать давай 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 сегодня меня егор обрадовал причем очень сильно обрадовала приходит крит маму меня горит тоже закрыли в смысле закрыли могут на дистанционное обучение до 9 числа у них почти половина класса бред плюс их на классный руководитель тоже заболела вот такие вот дела сейчас у меня ходят только получается двое в школу маша и катя не знаю что они сегодня придут скажет от завтра света идет в школу а потом среду оксана пойдет школа посмотрим что скажет нам учителя но по очереди все понемножку просидели на карантине кроме маш сказать целом чем занимаешься у нас кстати понедельник чтоб вы понимали потому что некоторые запутали за какой день уже сегодня кое число свет 29 29 понедельник о мы сейчас оксана сядем за уроки делать вот такие вот дела все в садике в школе но не все конечно еще в школе и горшине очень рано пришел раньше маша всегда позже приходил то что у него всегда много уроков сегодня рано пришел из-за того что их закрыли на карантин час моим горлом как бы так бы сильно не болит но глотать тяжело у меня там чувствуется что набухло почему-то и глотать из-за этого тяжело так принципе нормально но я так понимаю что у меня лимфоузлы просто опять воспалились и все сегодня никуда в город не поехал просто не поехала ли лечу свое горло поэтому никуда не поехал мне на было сегодня в потуну я не поехал потому что не на подлечиться немножко чтобы дальше не пошло садик утром сходила и все и дома вот такие вот дела ладно всем хорошего дня хорошего настроения все счастья им с оксана делать уроки так ну что дорогие друзья всем еще раз здравствуйте я тут занесла когда-то я занималась лет пять-шесть тому назад секонд-хендом через интернет заказывала и продавала и вот у меня осталось товар я щас перебираю это хочу отдать женщина она поедет в деревню увезет там кому-нибудь раз в целом пока это вещи прибираю решила ответить на ваши вопросы первый вопрос лариса цумаркина извините если неправильно прочитала объясните мне дурочки что такое премьера ролика я у многих вижу блогеров и я не могу понять что это я попыталась включить но что-то не врубилась мне стыдно лариса я вам постараюсь отдельным видео заснять как выпустить премьеру ролика хорошо ответить но это тоже самое видео просто выпускается как будто прямой эфир по сути но так я вам покажу отдельным роликом следующем видео постараюсь вам это показать надеюсь что смогу вам помочь дальше надежда шаркова настя я валяюсь от смеха тебе столь сколько лет как можно было свинину нарезаться шкуркой да обычно ее я разрезаю когда варят холодец и добавляю шкурку для лучшего застывания до повара с тебя никуда у нас что-то холодец я последний раз варила потом все сапоги этого дети не очень стали холодец есть поэтому холодец как бы сейчас не варим а шкурку жареную у меня любит муж поэтому я ее пережариваем и дети потом когда она и в блюде попадаются они ему и и отдают поэтому это нормально но каждый конечно по-своему делает вот мы вот так вот делаем дальше вопрос еще извините что долго но дальше надежда шаркова так это я уже ответила извините так дальше виктория настя ты же говорила что дети не едят горошек поэтому не делаешь оливье ребята да некоторые дети не едят горошек некоторые морковку некоторые еще что-то и что мне теперь под каждого подстраиваться они когда едят они то что не едят вот например машине с морковку она ее оставляет в тарелке марина не ест горошек она ее тоже оставляет в тарелке а потом просто это дружно или собаки вываливаем или же курям поэтому ничего такого страшного нет дальше сижу режу полку старую она вся пятнами разрезаю на то чтобы коврик плести или где-то окна вытирать когда вот так вот и вот режу коврика кубики сначала срезаю все вот эти твердые швы потом выкидываю напишите куда вы старые тряпки девайте ну вот я зачастую то что маленькая стала я раздаю или то что дети не носят я раздаю старые вещи могу на тряпки разрезать где-то вытирать что-то да вот сейчас оксана как раз и будет вытирать и что это тут рисовала просто по чтению рисунок по чтению ожидаться на это они по рисованию да по рисованию зимние узоры на было нарисовать и она отрисовала потом был коврик вместе плести с вами у нас раньше моя мама когда была живая часто коврики плела очень часто она очень любила вязать вот некоторые мне пишут настина фига тебе вот это вышивка лучше бы вязала ребят отвязания я только больше нервничаю я не люблю вязать вообще меня это нервирует очень сильно просто ужасно я лучше высшую сто раз чем я буду вязать поэтому вот так вот нибудь если человек не любит зачем навязывать мне кажется это без толку маша вот тоже ходила на кружок вязания дамаша она пришла говорит мам ну вот них не хочу я горит лучше тоже выше чем буду вязать в нем и яку у меня моя бабушка не она конечно вязала но тоже так с неохоткой но вязала а моя мама она обожала вязать она разные узора на тапочки вязала на носке она кофты она костюма на все что хотела она могла вязать ну если бы конечно ее не сгубила бы пионая привязанность к алкоголю то может быть бы она бы сейчас была бы все еще живая но бывает в жизни огорчение да маша маша вот тоже не нравится вязать вот она лучше рукодельничать будет домашек чем вязать вышивать она вышивает у нее там кто-то там медведи и собачка да далматинец или ты его уже вышила нет еще до немного но наша тоже она я вот некоторые спрашивали заставляю ли я тебя вышивать можешь ответить громко на этот вопрос нет а как ты вышиваешь по настроению или без когда тебе хочется садишься или как как когда хочу вот а то мне как-то написали что вот мать заставляет детей вышивать ребят попробуйте их заставьте сейчас заставишь если у нее не будет желание то там смысла хоть вы заставляетесь она не будет вышивать если у нее нет желания также вот и у меня у меня есть желание я села я настрочила много крестиков до сумку вышивать сумку вышивать с тобой ну как-нибудь в каникулу как раз новогодние каникулы будет и вот в каникулу надо же будет вам чем-то заняться вот она всю свою сумку по моему подписчица дать не дарил дошить не можем вот мы в основном ее вышиваем когда у нее каникулу садимся и просто вышиваем съем эту сумочку с ней и вот там я еще немножко дать она осталась до вышивать сумочку эту но вот она старается аккуратно поэтому у нее медленно если она устает я говорю если ты не хочешь то все убираешь она все раз убрала и все появилось желание она достала и и дальше начинает вышивать вот так это получается я никогда никого не заставляла заставлять не буду я хочу чтобы у них у самих появилось желание что-либо делать да многие меня за это ругают то что я не заставляю ничего делать такая вот я мама я хочу чтобы они сами заявили желание у меня раньше илья не любил убираться до чертиков сейчас он когда стал жить один он убирается он понял что это надо и он стал сам убираться поэтому вот так вот я надеюсь что и они когда-то повзрослеют они поймут и буду тоже делать короче видеоболталка получилось василиса ты чего там опять к телевизору лезешь так что вот такие вот дела маша там на самом верху где твоя койка на контейнер стоит с клубочком на шкафчике на самом-самом верху сейчас нарежу и потом в контейнер уберу просто у меня остальные все на улице клубочки я думаю пока только один голубой это я оксанины лосины разрезала которые все в пятнах они когда эти картины по номерам рисуют у них потом на одеждах столько пятен да мне писали что переодевайте ребенка если хочет рисовать в другую старую одежду который уже в пятнах оксаночка вот этот выкинь пожалуйста в мусорку видите я вот так вот режу вот на такие полоски и потом будем вязать помнишь оксана синие твои короткие лосины бриджи они все пятна были вам даже видно пятна на коврик для обуви пойдет ладно дорогие друзья вот такую твить видео болоталка вот смотрите видно там эту дыру немножко вот она сейчас сто пудов она сюда залезет вот она любитель целая хоть не всегда и говорят не снимая настя кошку вот когда она в такие моменты сюда вот залазит вот я начинаю что-нибудь здесь делать и она вот сюда обязательно залезет потому что я знаю что это дура везде залазит ладно дорогие друзья нет не пока оксана там сзади пока не пока можете сейчас еще будут целый час телевизор хотят мне смотреть просто ладно дорогие друзья вот такой вот вечер день у нас был болтальный кстати горло у меня уже получу я его сегодня лечу потому что никуда не ходила ничего не это лечимся лечимся лечим все будет нормально уже даже голос хорош что с утра был хриплый как не значит ну ладно всем желаю крепкого здоровья будьте чуточку добрее будьте класс